Действительно немного странно, что все это происходит на глазах европейских вообще и западных наблюдателей. И они пока не торопятся с резкими оценками. И с оценками вообще. А зато на Востоке, на постсоветском пространстве, уже выражают определенную озабоченность событиями в Молдове. Последние годы страна проводила достаточно взвешенную гармоничную внешнюю политику, не противопоставляя две интеграции. Европейскую интеграцию и интеграцию в рамках СНГ. Это представлялось единственным разумным путем для Молдовы и ее народа. Но что-то, видимо, заставляет наших российских, в частности партнеров, волноваться за преемственность этого уравновешенного курса в связи со сменой власти в Молдове. Ну, скажем, тот факт, что Михаил Гимпу позволил себе вольно интерпретировать содержание своей беседы с Дмитрием Медведевым. За что получил крайне холодный, почти ледяной ответ российского МИДа. Любой, кто в состоянии перевести с дипломатического языка на общечеловеческий, прекрасно понял, что речь идет о крайнем раздражении Москвы. Первый контакт Дмитрия Анатольевича Медведева с Михаил Гимпу, который, будучи спикером парламента, временно исполняет президентские обязанности, на что-то большее, чем обзор отношений претендовать не мог. Конечно, каждый политик вправе додумывать впечатления от общения с партнерами, но выстраивать на собственной односторонней интерпретации конструкции договоренностей – это нечто иное. Получается, что формирование структур власти в Молдове, уточнение политических концепций в рамках ее правящей коалиции продолжается не без противоречивых сигналов. Ну и, в общем, совершенно не случайно, что именно эти темы – СНГ и новые молдавские власти – стали главной темой конференции, организованной Российским фондом признания, собравшим огромное число известных государственных деятелей, политиков, политологов из обеих стран. Конференция началась с подведения итогов прошедшего на прошлой неделе в Кишиневе саммита глав государств СНГ. В целом, со стороны российского руководства, итоги саммита оцениваются положительно. Важно, что Кишиневский саммит вновь показал – сотрудничество в формате СНГ выгодно всем партнерам. Взаимодополняемость национальных экономик и отлаженные кооперационные связи повышают конкурентоспособность наших стран на мировых рынках, позволяют решать долгосрочные задачи развития. Интеграция в ЕС или участие в СНГ – этот вопрос, обсуждаемый на конференции, не казался актуальным еще каких-то полгода назад. Однако, со сменой власти все чаще звучат утверждения о том, что членство в СНГ не приносит Молдове пользы. Почему-то несколько месяцев назад, кстати, о необходимости таких разговоров даже не было слышно, потому что все было ясно. Что-то изменилось в течение последних двух месяцев. И хочу напомнить, что раньше все было ясно. И в наших взаимоотношениях с Российской Федерацией, и о нашем членстве в СНГ. Кстати, я руководил комиссию по экономике в рамках СНГ в течение последнего года в качестве первого вице-премьера правительства Республики Молдовы. И у нас все было ясно, и все было очевидно. И когда мы встречались с Игорем Ивановичем Шуваловым, никогда не возникал вопрос, а будете ли вы в СНГ или не будете. Во время конференции не раз звучали комментарии со стороны представителей России по поводу высказывания ГИМПу о том, что СНГ – это старуха, ждущая смерти. Я, например, слышал высказывание господина Филата по этому поводу. Он более осторожно высказывается насчет СНГ и вообще насчет отношений с Россией. Прекрасно же понятно, что если страна выходит из СНГ, то это, в общем, подчерчено Россией. Будем называть вещи своими именами. А Россия сейчас не та страна, которая свободно принимает легко и спокойно принимает подчерчено. Представители правых либеральных партий в этой встрече не участвовали. Здесь присутствовали политики, представляющие левое крыло – партии коммунистов Республики Молдова и Демпартия. Если учесть, то, например, демократическая партия, представители которой здесь присутствуют, активно в рамках предвыборной кампании при выдвижении различных внешнеполитических инициатив пользовались конспектами партии коммунистов Республики Молдова, то можно говорить о том, что те идеалы, ценности и модели, которые мы в течение последних 8 лет продвигали, разделяются более чем 60% избирателей. Европейская интеграция с опорой на этнокультурное разнообразие во всем этом процессе мы продемонстрировали значительный шаг новизны, который не просматривается в опыте других государств данного региона. Еще более новаторским в этом же ключе являлся наш подход не просто о ритуальном участии в Содружестве независимых государств, об активизации интеграционных процессов в рамках этого Содружества. Сегодня тоже прозвучали ссылки на наши инициативы президента Воронина о стремлении ускорить или усилить интеграционные процессы в рамках Содружества, взятые за основы стандарт Европейского Союза. Это инициатива 2002 года, которая активно обсуждалась Владимиром Воронином с тогдашним президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином. Выход из СНГ для Молдовы скорее станет потерей, нежели приобретением. К этому выводу пришло большинство участников конференции. Ведь такой шаг не ускорит евроинтеграции, а лишь приведет к разрыву прежних договоренностей. В рамках СНГ у нас есть соглашение о свободной торговле со всеми странами СНГ. Если наши политики не понимают этого, но этими декларациями о том, что может выйти из СНГ и так далее, мы можем потерять этот рынок. Республике Молдова интересно и очень важно оставаться в рамках Союза независимых государств по целому ряду причин. Это и причины экономического свойства, это наличие зоны свободной торговли, это признание диплома во высшем образовании. Кстати, разумно сочетать два вектора внешнеполитической направленности, курс на европейскую интеграцию членства в СНГ, первой стала партия коммунистов. Мы сегодня являемся рекордсменом по количеству подписанных и прошедших все процедуры через парламент Республики Молдова по сравнению со всеми странами СНГ. Хотя в 2001 году были на последнем месте по ратификации этих документов СНГ. Одновременно мы учредили и комиссию по европейской интеграции и начали активный диалог с Брюсселем, достаточно синхронные, осознанные и вполне согласованные действия. Ирина Пивоварова, Александр Борейко, специально для программы «Резонанс». Ну вот, Мариан Лупу хорошо положительно говорит об СНГ. Он также хорошо говорит о нейтралитете, а один из членов его партии, Олег Серебрян, практически параллельно заявляет о том, что Молдова должна срочно выйти из СНГ и начать интегрироваться в НАТО, назвав Содружество моральным упреком для государства. Ни словом партия Мариана Лупу, которая позиционировала себя в качестве левоцентрической, не упрекнула кишиневские власти за повышение тарифов и отмену льгот для пенсионеров. Не отреагировала на обвинения стариков в экстремизме. Партия Мариана Лупу, выступавшая вроде как за сохранение идеалов полиэтничного общества, не пытается противостоять внутри Альянса закрытию русскоязычных СМИ. Вот на очереди радиостанция «Серебряный дождь». Да и про НАТОвские заявления некоторых лидеров коалиции не находят должной реакции со стороны ДПМ Мариана Лупу. Как не реагирует он и на то, как прессуют и затыкают рты в парламенте его бывшим однопартийцам, товарищам. Уже упоминавшийся случай, когда он лично проголосовал против кодекса телерадио, который лично же и в собственном кабинете разрабатывал, весьма характерен. Ну а троекратное целование Михаила Гимпу, это, как говорит сам Гимпу, и по его словам еще поляки, это уже пардон маман. В том смысле, что совершенно непонятно, на ком основании коммунисты должны голосовать за потерявшего свою левоцентрическую политическую идентичность, немогущего влиять на политику, проводимую правым альянсом лидера демократической партии. И в этом смысле встреча лидера ПКРМ Владимира Воронина с главой кабинета Владимиром Филатом, кажется, ровным счетом ничего не меняет. Лидер партии, представленной в нынешнем парламенте самой большой фракции, встретился с премьер-министром республики Молдова. Обсуждали самые различные вопросы. В первую очередь, один из вопросов, который подлежал обсуждению, это вопрос определенного смягчения той риторики, которая звучит сегодня между исполнительной властью республики Молдова и оппозицией представленной партией коммунистов. Произошел обмен мнениями. Я очень сильно надеюсь, что это начало нового диалога между правительством и оппозицией. В том смысле, чтобы решить множество проблем в нашей деятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова